Друзья, привет! Это Шумов Денис и канал Шумов Фото. Сегодня я расскажу вам про новую игрушку Canon EOS R6. Я уже успел на нее поснимать, поэтому не будет вот этой вот распаковки, доставания, прочих всяких историй. Ну, все, наверное, стандартно. Зарядка, ремешок, камера, аккумулятор и инструкция по применению. Собственно, вот она, гроза морей и океанов. Что вообще хочется о ней рассказать? Наверное, хочется ее сравнивать с R, с предыдущим поколением Canon R. И она же первая беззеркальная камера у Canon, которая появилась. 100% она стоит внимания и стоит того, чтобы ее как минимум взять и потестить. Что в ней классного-то, собственно? Ну, эргономика легкая, по весу такая же, как и R, плюс-минус. Но экранчик чуть-чуть поменьше, зато поярче. Он такой же поворотный, как на R. Добавили кнопок, добавили кнопку снизу, возле объектива. Она очень классная, если вы хотите быстро переключаться между режимами следящего фокуса и покадрового фокуса. Очень быстро включается, то есть вы только нажали, допустим, и она уже среагировала. Вы готовы прям снимать. R в этом плане сильно уступает, потому что пока она очухается, уже как бы момент упущен. Очень круто! Очень круто! Два слота для карт памяти. Честно, этого просто категорически не хватало. Когда вы снимаете какие-то мероприятия, хочется чуть-чуть подстраховаться. Ну, по крайней мере, мне. Мне нравится дублировать, допустим, на одну флешку писать RAW формат, на другую JPEG. Просто идеальная история. Ну, и в целом, если вы даже не страхуетесь, вы можете воткнуть две карточки по 128, допустим, гигабайт. И это будет порядка 13-14 или даже 15 тысяч фотографий. Просто вы можете бомбить вообще свадьбу весь день и не париться по поводу карточек. Что еще сделали? Сделали колесико сверху. Наконец, теперь можно удобно, быстро переключаться между режимами съемки. Добавили теперь три у нас пользовательских режима. Тоже полезная штука максимально, когда вы снимаете, к примеру, на один режим ставите вспышку, на другой режим ставите, к примеру, там, съемку без вспышки при дневных условиях, а на третий режим ставите съемку без вспышки в полной кромешной темноте. Кстати, я ее потестил, и на 12 тысячах ISO просто вообще их вытягивать как нечего делать. Это прям удивляет, потому что, ну, обычно 6400, это прям предел был. Здесь такого нету, как бы, камера практически не шумит. У камеры матрица чуть-чуть поменьше, то есть меньше мегапикселей, немножко меньше исходный размер картинки. Если RK выдавала, по-моему, там 6700, то это выдает там 5 с копейками, 5700, по-моему, пикселей по длинной стороне. Но, честно, этого хватает. Во-первых, за счет этого появляется скорость. Скорость, кстати, это просто сейчас расскажу, просто чума. Чем это круто? Во-первых, на флешке того же объема можно писать большее количество фотографий, особенно если ставите не RAW, а C RAW. И второй момент, это то, что флешки быстрее обрабатывают вот эту информацию, которую вы записываете. То есть фотографии туда записываются быстрее. Что еще они добавили? То есть у нас получилось чуть больше роликов всяких этих крутилок, и максимально гибкие настройки внутри. Можно настроить все, что хотите на вот эти ролики. Здесь, кстати, с этой стороны тоже вернули вот этот ролик с кнопкой SET. Очень удобная была история. То есть вы на три ролика настраиваете три основных показателя. То есть выдержка, диафрагма, вот все, что хотите, как бы все настраивайте сюда. Исона один, выдержка на другой, диафрагма на третий. Все, поехали, класс. А джойстик тоже удобная история. Самое классное, что здесь есть, пожалуй, еще, это скорость съемки просто космическая. И звучит он, ну, не знаю, слышно он? Просто класс. Просто вообще чума. Давайте сейчас вам покажу, как он может снимать в супер-фаст, скажем так, режиме. Это была высокоскоростная, а есть высокоскоростная серийная плюс. И работает она вот так. Ну, просто как швейная машинка, честно. Фигач это вообще. Это при том, что он работает со следящим фокусом по глазам, по какому-то там космическому количеству точек фокусировки практически по всей области экрана. То есть вот можно уводить там куда угодно, в любой угол, объект съемки, он его будет держать по глазам. Мало того, есть определение следящего фокуса по глазам человека и даже для животных есть. То есть можно снимать там тревел-съемку, и он будет там какого-то зверя в кустах держать за глаз. Фотоохота, короче. Вот. Это прям вот такие ключевые моменты. Следующий очень важный фактор. Не знаю, как они это сделали, но, наверное, прям вот минус три, даже минус четыре ступени, если вы понимаете, о чем я говорю. Камера вытянет потом при обработке, то есть он вытянет этот сырой файл из кромешной тьмы, и динамический диапазон камеры настолько широкий, что вы вытянете просто черную фотку. Если прям вот накосячили, сделали как-то, ну, я не знаю, там не те настройки поставили, сможете вытянуть фотку и, ну, при минимальной потере качества. Если это, конечно, там не уйдет на минус пять, там шесть ступеней и дальше, то окей. То есть минус три вообще легко тянется, можете прям снимать и не париться на самом деле за какие-то прям суперточные настройки. Для новичков это вообще идеальная история. Фотки тянутся, как говорят, как боженьки просто. Вот. Короче, держать круто, также удобно. Своих денег она стоит. 200 тысяч она примерно сейчас стоит. Также здесь RF BN-Net, соответственно, Canon тонко намекает, что пора переходить уже полностью на новую оптику, которая, конечно, стоит офигительно больших денег, вот, но она того стоит. Подытожим, короче. Камера имеет две флешки. Камера на одном заряде снимает какое-то количество огромное количество фотографий, то есть ты что-то там 4 или 5 тысяч фоток наснимал просто на одном аккумуляторе родном. У камеры очень яркий, классный экранчик поворотный. Две флешки. Божественный просто следящий автофокус по глазам для людей, даже для животных. Невероятно быстрая скорость отклика. Самой камеры при включении и выключении и невероятно быстрая скорость съемки. Улучшенная эргономика, приближенная уже максимально к Pro-версиям, допустим, зеркальных камер Canon. Ну и, конечно, наличие вот этих всех роликов, то есть они облегчают вашу жизнь и облегчают съемку. Что не хватает, на самом деле, вот так вот, не только хорошие же, да? Не хватает, наверное, экранчика сверху, который вот на 5D Mark IV был. На нем я всегда смотрел заряд аккумулятора, если честно. Вот его прям, прям не хватает. Больше? Да больше нечего, на самом деле, сказать. Все классно, точно нужно брать, если сравнивать там с R5, если вы снимаете много какой-то рекламщины, снимаете в студии, и вам нужно вот это гигантское разрешение там на 40 мегапикселей, ну тогда нужно ее брать. В остальных случаях для репортажки вот этого более чем достаточно, прям за глаза можно смело брать одну-две камеры и снимать чисто на них все, что душе угодно. Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите там, какие-то, может быть, темы накидывайте. Вот и все. Спасибо, всем пока! Пам-пам! Камера огонь вообще, короче.